Всем привет, с вами AppleTem. Добро пожаловать на канал, и на прошлой неделе вышла iOS 16.4. Она получилась неплохой, там есть функции, ради которых стоит на нее обновиться. Например, свайп-клавиатура — это то, что заслуживает внимания и то, что хочется использовать. Но буквально через день после обновления вылезли все возможные баги, которые только можно представить. Я немного в шоке, потому что мы на середине обновления iOS 16, и это происходит не на первых версиях, а уже, ну, по сути, на четвертом большом обновлении. Давайте поговорим на тему, как это можно исправить, то есть все лаги, которые появились, какие в целом есть лаги, и как скоро выйдет iOS 16.4.1. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, и обоих видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Вернемся к проблемам 16.4, и первое, что сломали, это приложение «Погода». Первый день все работало нормально, но потом, буквально после ночи, приложение просто отвалилось, то есть оно буквально умерло. Например, виджет не работает, он пишет «Нет метеоданных». Если вы полистаете экран, там посидите в какой-то программе, возможно, виджет отдуплится и покажет вам погоду, но это не на все время, через время он снова пишет «Нет метеоданных». Если зайти в приложение «Погода», там просто банально прочерки, то есть или сервер не работает, или логика работы приложения просто нарушена, То есть, погода официально сломана, все издания, которые есть, уже об этом написали. То есть, я думаю, в Apple об этом знают. И в связи с этим, как раз-таки 16.4.1 выйдет буквально на следующей неделе и пофиксит эти проблемы. Как починить приложение погода? Ответ простой – никак. Приложение просто сломано. Что можно сделать? Это просто заходить в приложение погода, чтобы посмотреть и надеяться, что оно дуплится и покажет вам действительную погоду, которая есть на данный момент. Как пишут, помогает удаление приложения и потом снова скачка его в App Store. Кстати, если вы не знали, то вы можете удалять стандартные программы и потом спокойно их из App Store переустанавливать. Я это делал, оно помогает буквально на какой-то час, потом снова все по новой. То есть, как бы рабочего решения вот этой ситуации с погодой просто нет. Должна выйти новая система, которая вернет эту погоду к жизни. То есть, по-другому, я думаю, никак. Следующая поломка – это Siri. Она может задумываться, долго отвечать или вообще ничего не ответить по итогу. С этим сталкиваются не все. И непонятно, в чем закономерность. Потому что в кадре 14-й Pro Max на 16.4, как вы понимаете. И видите, что Siri работает нормально. То есть, никаких проблем с ответами, никаких задержек, ничего такого нет. Но после обновления на 16.4, многие в комментах написали, что Siri просто отвалилась. Пишет «дайте минуту», и эта минута длится до бесконечности. То есть, она тоже сломана и непонятно, в чем проблема. Или какая-то работа на серверах, но она не может длиться неделю, потому что это продолжается по сей день у некоторых пользователей. Или просто Apple ее тоже сломала. Как ее починить и попробовать отдуплить? Ну, первое, что можно сделать, это, конечно, перезагрузить устройство. И, возможно, Siri нормально заработает. То есть, переподключится принудительно к серверу и нормально начнет работу. Еще может помочь выключение слушать Siri. То есть, просто зайдите в настройки, если у вас что-то не так с Siri, перейдите в Siri и поиск. И тут есть вот эти первые три переключателя. Просто их все выключите и заново включите. То есть, вы заново перенастроите «Привет, Siri!», оно снова проиндексирует ваш голос и, возможно, как-то свяжется с сервером и наладит это соединение. То есть, так Siri тоже можно вернуть к работе и, ну, она должна заработать нормально, если у вас были с ней проблемы. Следующие неработающие функции, о которых вы писали под обзором 16.4, это отваливающийся Wi-Fi, Bluetooth и сотовый модуль. Такая проблема есть. Я сталкивался только с Wi-Fi, который не подключается, когда я выключаю сотовый модуль и включаю Wi-Fi. Приходится заходить в настройки Wi-Fi и выбирать сеть вручную. То есть, так подключается, а через вот эти иконки в пункте управления не всегда происходит подключение. Это, опять же, связано с логикой системы. То есть, система просто не видит точки доступа и к ним не подключается. Или может отваливаться во время использования, если, опять же, есть такая поломка. То есть, или система встала криво, или в самой системе находится баг. Опять же, встречаются они у всех. Но если вы везунчик и Wi-Fi не работает как надо, то, говорят, помогает переподключение к точке доступа. Просто зайдите в настройки Wi-Fi, удалите подключенную точку и просто заново к ней подключитесь. Введите пароль и так она переподключится. Это должно помочь. С Bluetooth-ом там бесполезно что-то делать. Там пофиксит только новое обновление. Потому что, если все отваливается в Bluetooth-е, оно и будет отваливаться, что бы вы ни делали, пока не обновитесь. И по сотовому модулю стоит набрать оператора. Они могут скинуть настройки сети. Даже на iPhone-ах такое есть. И это тоже может помочь в работе сотового модуля на вашем iPhone. Дальше неработающая камера и треск в этой самой камере. Честно, я не знаю, что сказать, потому что я у себя такого никогда не видел. На 14 Pro Max была такая проблема на первых версиях 16. Потом, по-моему, в 16.1 это убрали окончательно. И как бы мы к этой теме больше не возвращались. Камера всегда открывается нормально. При приближении или отдалении никакого треска нет. И все режимы работают штатно. То есть, как бы таких проблем вообще не должно даже быть. Особенно на старых устройствах, где модули камеры действительно простые. Напишите в комментариях, есть ли у вас проблемы с камерой и в чем они заключаются. Чтобы детальнее понять, в чем именно проблема. Дальше проблемы Instagram. Там звук пропадает и его просто нет. Это проблема самого клиента. То есть, просто нужно ждать обновления от Instagram. Это не проблема iOS. Это проблема именно оптимизации под новую систему. Такое было на первых версиях 16, когда Instagram просто звук куда-то отлетал. Потом Instagram выкатил обновление и эта проблема пропала. На 16.4 снова вернулась. Просто нужно ждать обновления самого клиента. Помогает просто, если вы переключите бесшумный режим. Или найдете какое-то видео и принудительно включите звук. Тогда он появится во всем приложении и будет работать. Ну, вот такие костыли. В приложении YouTube наблюдались баги интерфейса. То есть, видео просто не закрывались. Пропадали кое-какие кнопки. Черный экран во время запуска видео. Это все исправили в обновлении. То есть, недавно было обновление клиента YouTube. Если у вас есть какие-то проблемы, просто зайдите в App Store. Обновитесь. Должно все пропасть. Я обновился. Реально пропало. Согласитесь, многовато ошибок. Но в целом это все основные, которые появились на 16.4. Почему 16.4.1 выйдет скоро? Просто потому, что это повсеместные ошибки. То есть, они у огромного количества людей в разных уголках мира. И эту всю историю нужно фиксить. И обновление это сделает лучше, чем какие-то настройки или что-то подобное. Именно поэтому 16.4.1 выйдет в ближайшую неделю, возможно, две. То есть, возможно, в начале следующем мы увидим 16.4.1, которые исправят вот эти ошибки с погодой, ошибки с Wi-Fi и с какими-то приложениями. То есть, тут или оптимизация нужна от сторонних разработчиков, или просто обнова от самого Apple. Ответа на вопрос, почему это все сломалось, нет. Входят слухи, что это связано с разработкой iOS 17 и новыми устройствами, которые Apple должна показать. Например, очки виртуальной реальности. То есть, идет разработка, и она влияет на текущую систему. Apple что-то меняет, что-то добавляет на серверах, ведет какие-то работы. И что-то может отваливаться. Ну, как бы это нормально. Но мы ждем 16.4.1. Она должна исправить эти ошибки. И система должна работать нормально. Если у вас что-то не так, попробуйте просто хотя бы перезагрузиться. Это, ну, наверное, в 80 случаях должно помочь. На этом все. Пишите в комментариях, какие у вас есть проблемы на 16.4. Постараюсь ответить и помочь. Также буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok